здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас эксперимент мы будем сами делать глиняную посуду и игрушки сразу хочу внести ясность это не мастер-класс и не историческая реконструкция цель данного эксперимента выяснить возможно ли в принципе из того что есть под ногами сделать какое-либо глиняное изделие а если возможно то насколько это будет выполнимая задача для человека никогда не занимавшегося гончарным делом по результатам данного эксперимента станет ясно насколько реально в условиях постапокалипсиса обычному человеку не имеющим особых навыков изготовить керамическую посуду и игрушки естественно поблизости должны присутствовать глины дрова скажу сразу что специально избегал статей и видео в интернете про гончарное дело чтобы уровень моих знаний по этому вопросу не отличался от большинства людей до начала эксперимента я знал всего три вещи первое перед обжигом глиняные изделия нужно просушить второе глиняные изделия нужно обжигать при высокой температуре по районе 800 тысячу градусов цельсия третье обожженное изделие должно постепенно остывать на месте обжига повторюсь никакой специальной литературы по гончарной технологии не читал так как хотел проверить возможность именно не подготовленного человека методом логического мышления понимаем что в обычном костре такую высокую температуру можно достичь но это не просто нужно много сухих дров из твердых пород дерева однако если костер оградить то будет экономия на дровах и более высокая температура таким образом приходим к выводу что для того чтобы обжигать глиняные изделия нам нужно печь соответственно чтобы сделать печь нужны кирпичи конечно в условиях постапокалипсиса скитаясь по разваленным города можно найти железную бочку или что-то похожее однако на это нужно время и не факт что печь получится удобной кирпичная печка делается немного дольше однако в итоге она будет именно такая как нам нужно кирпичи конечно можно взять готовый на руинах но если мы уже ушли из города так как там инфекция мародеры радиации или еще что похуже то будем делать эти кирпичи сами мы проводим наш эксперимент на берегу оки и кирпичи будем делать из ила который набираем и месим тут же на берегу реки прямо в яме сам процесс замеса грязи не показывают так как здесь нет ничего интересного обычный ил с песком даже без пропорций все на глазок куда интереснее процесс формовки кирпичей на берегу были найдены два с половиной кирпича фабричного производства думаю присутствие заводских кирпичей нисколько не нарушает нашего эксперимента так как в условиях постапокалипсиса найти целый кирпичи будет думаю все же возможно в крайнем случае вместо готовых кирпичей для формы можно использовать природный камень или даже деревянные палки все зависит от фантазии так вот найденные кирпичи были уложены в качестве формы для изготовления наших кирпичей из грязи а далее грязь просто закладывалась в эту форму равнялась и уплотнялась накладывать грязь можно руками или простыми палками а то что мы используем садовую лопатку в данном случае не важно это просто ускоряет сам процесс экономия наше и ваше время не более того не важно это простоék ну вы вы Продолжение следует... Сформованные кирпичи теперь нужно высушить. Просто оставляем их на берегу под солнцем на пару дней. И пока сушится первая партия кирпичей, в этой же яме месим вторую партию грязи. Пока все кирпичи сушатся, приступаем к изготовлению наших изделий из глины. Дети в этом процессе активно помогали. И в итоге у нас получилось две чашки, две свистульки, горшок и ложка. Самое трудное было сделать горшок, не имея гончарного круга. Процесс лепки горшка снимал не я, и запись, к сожалению, не получилась. Однако, без гончарного круга делали мы его таким способом. Из глины раскатывались колбаски и прилеплялись к основанию. Это позволяет выдержать толщину стенки горшка примерно одинаковой толщины. После того, как посуда и игрушки были готовы, их оставили сушиться на пару дней. Но по иронии начались дожди. Если игрушки на время дождя можно занести в палатку, то кирпичи пришлось укрывать. Тут вы, возможно, скажете, что найти большую хорошую клеенку где-то за городом, да еще в условиях постапокалипсиса, в принципе, нереально. Однако тут нужно понимать, что если кирпичи не накрывать, то они не развалятся от дождя, а всего лишь будут дольше сохнуть. Ну, конечно, смотря какой дождь. Опять же, укрывание кирпичей от дождя это только ради экономии времени. После того, как кирпичи все же высохли естественным образом, строим саму печь. Кладочным раствором служит та же самая грязь, ил с песком. Пусть вас не смущает садовая лопатка. Укладывать грязь, как я уже говорил ранее, можно прямо руками или палкой. Так что условия эксперимента соблюдаются. Печь делаем самую простую, с поддувалами по бокам. Такую сделает даже ребенок. Пусть вас не смущает садовая лопатка. Так как два кирпича по собственному желанию вышли из эксперимента, при переносе их от места изготовления к месту строительства печи, а новые кирпичи делать времени уже не было, то один целый фабричный кирпич и еще половинка также пошли в кладку печки. Опять же, у нас постапокалипсис, значит кусти кирпичей, да и целый кирпичи найти возможно. Продолжение следует... Продолжение следует... coast Ooh... уже в обед закладываем глиняные изделия для обжига заодно и обед приготовим оставшийся заводской кирпич используем в качестве основания на которое будем устанавливать наши глиняные поделки так как заводской кирпич всего один и печка небольшая то сразу все игрушки в нее не вместились что и к лучшему есть возможность провести два обжига а во втором учесть ошибки первого после обжига первой партии свистульки и двух чашек сразу не вынимаем их из печи оставляем на несколько часов остывать вместе с печкой когда они остыли извлекаем изделие имеет соответствующий звук керамики не уверен что на камеру он передается но поверьте чашки звенят к тому же не пропускают воду свистулька также превратилась камень правда она так и не засвистела видимо отверстие нужно было делать как-то по-другому закладываем для обжига вторую партию соответственно обжигаем жар как здесь чувствуется после обжига изделия сразу не достаем оставляем все остывать естественным путем вместе с печкой спустя несколько часов когда все остыло достаем вот так выглядит вторая партия отчетливо видно что цвет изделия совсем другой эта посуда по времени дольше обжигалась и была накрыта дровами полностью вот так выглядят все изделия вместе при транспортировке у ложки была отломана ручка в результате чего мы можем видеть внутреннюю структуру камня которая очень напоминает обычный красный кирпич вывод неподготовленному человеку вполне по силам сделать глиняную посуду для себя и окружающих главное наличие у него мотивации на это такой мотивации может служить желание остаться человеком даже условиях постапокалипсиса и принимать пищу ложкой из тарелки пить из чашки а еду готовить в кастрюле в данном случае в горшке и еще один вывод примерно такие же глиняные изделия и находят археологи при раскопках на городищах и стоянках так называемых древних людей то есть все эти стоянки вполне могут быть именно местами выживания людей после катаклизма друзья а на этом я с вами не прощаюсь впереди еще много интересного и самое главное ответ на вопрос что же было в 19 веке также скоро будет озвучен благодарю вас за внимание все вам доброго до свидания